Ради Хабиров запустил новую солнечную электростанцию в Бурзианском районе в режиме онлайн. За началом работы из Уфы наблюдали участники 19-го российского промышленного форума, который в эти дни проходит ВДНХ-экспо. Мощность новой электростанции, построенной компанией Хэвелл, составляет 10 мегаватт. Она будет обеспечивать электроэнергией весь район, а также поддерживать снабжение током при аварийных отключениях. Это самая большая солнечная электростанция в регионе. До этого, в 2015 и в 2016 годах, были запущены Бугульчанская и Буребаевская СС для энергодефицитных Хайбуллинского и Куиргазинского районов. В конце 2017 года, после запуска Исенгуловской СС, общая мощность солнечной генерации в регионе достигла 44 мегаватта. По словам Ради Хабирова, солнечная электроэнергетика не панацея для республики. Однако это направление будут развивать и впредь. Альтернативные источники энергии – это не базовое решение системы энергетики нашей республики. Мы занимаемся по базовым решениям, и у нас есть крупные проекты, которые мы сейчас поработаем с Интерау, и это одна часть работы. Но альтернативные источники энергии – это всё-таки тоже будущее. И для нашей республики вообще мы должны себя тоже всегда всё-таки ценить и понимать, что у нас есть. Мы одни из ведущих в части выработки солнечной энергии в Российской Федерации. Плюс ещё у нас то, что мы сделали, мы на этом не остановились. Вот в моменте у нас идёт строительство довольно большой солнечной энергостанции в Стрелебашевском районе, там на 15 мегаватт. Поэтому мы будем встроить. Наши условия климатические позволяют. На форуме оценили достижения республики в реализации национального проекта по повышению производительности труда. Сейчас в числе участников 57 предприятий региона, которые имеют возможность бесплатно пользоваться поддержкой экспертов по оптимизации производственных процессов. Предусмотрен также льготный заим Федерального фонда развития промышленности. От 50 до 300 миллионов рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. В Казахстане сокращается время протекания производственных процессов в два раза. Сокращаются запасы производственные в два раза. Растёт выработка более чем на 10-20%. То есть теми же людьми и теми же оборудованиями вы начинаете производить продукции гораздо больше. Но самое главное помнить об основных целях и задачах проекта. Все участники проекта должны за эти 3 года участия в проекте достичь показателя роста производительности труда на 30 процессов. Постепенно и с годом в год. Также на площадке форума были подписаны инвестиционные соглашения. В частности, компания Hevel планирует увеличить свой инвестпортфель в республике до 5,5 миллиардов рублей. Центробанк вернул нулевые комиссии для банков по системе быстрых платежей. Такая мера должна побудить банки брать минимальные комиссии с клиентов. Льготный период продлится с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022. Система быстрых платежей была запущена в начале 2019-го. Она позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков. А также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. До 1 января 2020 года для банков эти операции были бесплатными. Но затем регулятор начал брать комиссию в равной степени как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. В свою очередь, банки начали устанавливать свои тарифы для клиентов. Есть банки, которые отличились и установили эту комиссию на более высоком уровне, которые сопоставимы, наверное, с карточным эквайрингом. Мы видим и 1%, 1,3%, 1,5% есть и выше. Но стоит сказать, что льготный период должен побудить банки брать минимальные комиссии со своих клиентов. Изменения не коснутся транзакций между физлицами в пользу юридических лиц и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Отметим, что в момент запуска системы быстрых платежей к ней присоединились 11 банков. Сегодня число участников выросло до 42. Около полутора тысяч камер видеофотофиксации могут появиться в УФЕ к концу 2020 года. По оценке Министерства цифрового развития Башкортостана, на подключение оборудования понадобится более 150 миллионов рублей. Вопросы развития системы видеонаблюдения обсудили на цифровом часе в Доме Республики. На поддержку работы камер ежегодно потребуется до 17 миллионов рублей. По словам министра цифрового развития Геннадия Разумикина, снизить затраты можно за счет создания в Республике собственной волоконно-оптической линии связи. Ведомство планирует выкупить подобные резервные линии у частных интернет-провайдеров региона. К 2022 году число камер в УФЕ должно увеличиться до 2,5 тысяч. Часть из них будут установлены в рамках программы «Башкирские дворики». В прошлом году в ходе нее появилось 500 точек видеонаблюдения, в этом году еще 600. В санатории Ектыкуль могут возобновить строительство четырехзвездочного жилого корпуса для отдыхающих. Такие перспективы обсудили во время рабочей поездки первого вице-премьера правительства Республики Андрея Назарова в Обзилиловский район. Так, четырехэтажный корпус санатория начали проектировать еще в 2007 году. Строительные работы начались в 2008 и продолжились в течение четырех лет. Возведение здания заморожено из-за проблем с финансированием, при этом остались незащищенными несущие конструкции, крыша не покрыта. В итоге началась коррозия металлических и бетонных перекрытий. Эксперты на встрече с Андреем Назаровым высказали сомнения в целесообразности дальнейшего строительства, так как изначально проект, по их мнению, был неэффективным. Программа усиления существующих конструкций, восстановления того, что разрушено, то, что какие-то конструкции потеряли несущую способность, мы не решаем основную проблему этого здания, его неэффективность. Соответственно, стоить это будет примерно столько же, сколько новое строительство, а экономики в этом, всю экономику построить на 26 ключах, менее перспективно, чем, например, на 50. В итоге эксперты предложили разобрать то, что уже построено, и начать строительство с нуля, так как и с их точки зрения расходы будут соразмерными. При этом новое строительство будет планироваться с учетом увеличения количества номеров. Первый вице-премьер предложил обсудить эти вопросы на ближайших рабочих совещаниях, в том числе обратить внимание на развитие детского отдыха в санатории Ктыкуль. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК АУФА.